МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сим-карт или заключение договоров с операторами подвижной радиотелефонной связи или мобильной связи, оно обусловлено законодательством в области связи. Непосредственно это закон о связи. И есть ряд требований к таким местам продаж. Оператор либо лицо полномочия на это его имя заключать договоры. Во-первых, эти договоры заключают в помещениях собственных, либо арендованных, либо в части помещения, которые взяты в аренду, либо в торговых залах или помещениях, приспособленных для торговли, где оборотов специально вот эти места. Нарушений много выявляется? Я не скажу, что их много, но такие нарушения действительно есть. Скажите, обычный обыватель может понять, что точка не совсем та, что надо ее обойти стороной? Помните, раньше были такие вот на улицах тумбы стояли, продавали эти вот сим-карты, то есть заключали... Я сейчас об этом и спрашиваю. ...было принято изменение в законодательство в ноябре 2013 года федеральным законом 304, который как раз и запрещает вот эту продажу распространения сим-карт вне стационарных объектов. То есть эти тумбы, может быть, стоят, то есть другие услуги связи предлагают. Может быть, заключение кабельного телевидения или еще какие-то другие, может, телефонию. А вот именно распространение сим-карты и заключение договоров сотовой связи вне стационарных объектах запрещены. Как вы выявляете нарушителей? Есть какие-то оптовые закупки? Вместе с управлением МВД России по Рязанской области и вместе с сотрудниками МВД мы делаем рейды и делаем проверки вот таких точек. Это в основном точки распространения. Это большие гипермаркеты, это железнодорожные вокзалы, это автовокзалы, где в киосках, в ларьках или в каких-то там... Ну, даже пусть эта тумба будет стоять, но она будет стоять именно в арендованном помещении, где это продается, то есть в торговом зале, где распространяются эти сим-карты. Давайте попробуем объяснить нашим телезрителям, обычным людям, которые пользуются сотовыми телефонами, без которых сейчас уже нельзя, чем опасно приобретение ни той сим-карты, ни в том месте? Да, бывают всякие ситуации. Человек забыл паспорт, подходит, продайте мне. И человек, если продал, он уже нарушает законодательство. И оператор связи доверяет этим ИП или юридическим лицам каким-то распространение этих сим-карт. И второй момент, что при продаже сим-карты, то бишь при заключении договора, человек, продавец там в этой палатке, он обязан заключить договор и в договор внести определенные данные о покупателе, то есть паспортные данные. То есть, если, например, продавец предлагает нам, забыли мы свой паспорт, давайте я вам продам на свой. Это все, ну, незаконно. Ну, не на свой, или скажет, давайте, вот тут мы оставим место, а я потом кого-нибудь впишу сюда. Это вот как раз и есть незаконно. Почему? Потому что такими сим-картами, как правило, пользуются, простите за выражение, там люди с прощавой совестью, это всякие аферисты, это телефонные мошенники, террористы, все кто угодно. Потому что владельцу такой сим-карты просто невозможно отследить. То есть, если мы можем, допустим, если этот договор человек заключил, он в течение 10 дней обязан этот договор передать оператору связи. Что грозит нарушителям? Давайте напомним. Кодекс административных правонарушений, первая статья 13.29, это реализация как раз карт без заключения договора с оператором связи, то есть оператор связи такие полномочия не давал распространить, и он это делал, значит, продает. Здесь административная ответственность на должностных лиц от 5 до 50, на юридических от 100 до 200 тысяч, на физических лиц, на продавцов от 2 до 5 тысяч. Если же человек продал продавец, допустим, даже имея договор с оператором связи, но продал с нарушением, то есть внес искаженные данные о покупателе, или вообще не в нем с какие-то данные, договор, это тоже самая административная ответственность на физическое лицо от 2 до 5 тысяч штраф, на должностное от 10 до 50, и на юридическое от 100 до 200 тысяч рублей соответствующий штраф. Чем грозит, если мы свою карту, сим-карту подарили, одолжили, отдали бабушке, внукам, которые непонятно чем занимаются? К этой сим-карте, допустим, может быть привязаны какие-то сведения, допустим, какие-то банковские, ну или платежи банковские проходят, или же какая-то информация там. Но сейчас везде просят оставить свой сотовый телефон? Абсолютно везде, будь то банк, будь то магазин, где мы оформляем какую-то скидку, на самом деле это так и есть? Нет, ну магазин, это опять же, то есть делается именно с вашего ведома, то есть вы даете согласие. Ну, коль уж мы об этом заговорили, давайте о самых актуальных видах мошенничества телефонного тогда поговорим. Что сейчас, чем, каким видом доверия пользуются нарушители? Были такие случаи, ко мне люди обращались, звонят какие-то мошенники телефонные, и не дают людям опомнить, как правило это происходит в ночное, в вечернее время, и начинают рассказывать, что ваш близкий человек попал в какую-то беду, там сбил на мошенника, или где-то его задержали, или что-то. Для этого, чтобы это все разрулить быстро, необходимо, значит, вот снести часть денег, или перечислить на какой-то счет. Ну, частенько люди просто даже забывают перезвонить своему родственнику, а первое чувство, то есть они попадаются на уловку мошенников, какие-то деньги куда-то переводят. Халява, она только как с рыбушеловки. Когда тоже звонят люди, расскажут, или приходят смс-ки, или перезвонят, потом вы выиграли какой-то большой приз, ну, для того, чтобы его получить, там, телевизор, машину или еще что-то, вам нужно внести часть денег. И никто при этом не думает, что он нигде не участвовал. Вот именно, да, у нас, вот, вы стали каким-то там, вот, мы там ваш номер там выбрали где-то. Когда начинаешь перезванивать, там, начинают, не дают опомниться, начинает там какая-нибудь девушка хорошо тараторить, то есть, наверное, даже слово ставить, там, рассказывать, что вот, вам очень повезло, нужно куда-то какую-то часть денег внести. Ну, хорошо, что вы так с юмором, вы знаете суть вопроса. Ну, в общем, да, но, тем не менее, просто хочется предупредить наших уважаемых рязанцев, что, ну, если вам звонят незнакомые люди, или какие-то приходят смс-ки, там, с просьбой, там, кликнуть на какую-то ссылку, то есть, можно остаться либо без денег, в лучшем случае, с телефона у вас там деньги снимут, так уже с банковской карты, либо же вот эти вот звонки с незнакомых телефонов, ну, не нужно их серьезно воспринимать, я имею в виду, если какие-то вот эти вот там лотереи беспроигрышные, ну, а если звонят вашим, вернее, звонят и говорят, что с вашими близкими случилась беда, ну, попробуйте в первую очередь дозвониться до ваших близких людей, и в этом случае обращайтесь в милицию. Мне очень беспокоит тот вопрос, что сейчас все телефоны привязаны действительно к банковским карточкам, то есть, у нас есть некий счет, у нас есть какой-то поток денег из одной точки в другую, и вот это может исчезнуть в одну секунду, из одной смс. Поэтому, да, то есть, приходят смс-ки с какими-то ссылками, не надо открывать эти смс-ки и по этим ссылкам куда-то ходить, если вы не уверены, не знаете, от кого это смс-ка. То есть, кому надо, найдет способ, перезвонит, напишет, разберется. Ну, да, то есть, не нужно заходить на незнакомые ссылки и открывать смс-ки, если вы не знаете, от кого они пришли. Ну, давайте вернемся к первой части нашей беседы. Что все-таки нужно помнить сейчас тем, кто эти 10 минут посмотрел, и продавцам, и покупателям? Ну, в первую очередь, то есть, не нужно продавать вот эти вот сим-карты, то есть, заключать договоры под честное слово, то есть, как бы человек там себя не вел, как бы он вам не улыбался, не нужно нарушать это. В первую очередь, вы сами подставите себя, попадете на штраф, если это какие-то проверочные действия. Ну, а второе, что это может действительно эта сим-карта потом использовать в каких-то неправомерных действиях. Ну, и второй момент, то есть, если все-таки вы, как бы сказать, добро-порядочный продавец, всегда имеете вот этот договор в наличии, чтобы у вас был под рукой договор, доверенность от оператора связи. Это, опять же, ну, в качестве профилактики скажу, что проводятся в течение года такие мероприятия вместе с сотрудниками, то есть, есть план, проводятся регулярно, они будут проводиться, а не стихийно. Просто хочется всех предупредить, чтобы не попадались, но и не нарушали в первую очередь. Соответственно, никто тогда не будет попадаться и нести какие-то убытки. Мне нравится, что у нас граждане стали очень внимательны. И могут ли они куда-то обратиться, если они этот факт заметили? Да, безусловно. То есть, можно оставить электронное сообщение на сайте нашей службы, то есть, на службе Роскомнадзора. Можно позвонить, там тоже на сайте есть наши телефоны. Опять же, можно обратиться в органы МВД, то есть, есть специальные службы, которые занимаются, с которыми мы сотрудничаем как раз вот в этих случаях. В случаях распространения сим-карт и в случаях пресечения вот этого незаконного распространения. Спасибо за эту полезную информацию. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин